Глава восьмая Содержание обеих брошюр обычное, террористическое. Характерна лишь форма, загробный голос Марата. Очевидно, в те дни это был весьма выгодный для террористов прием. И в самом деле народная скорбь по случаю смерти Марата была безгранична. Ее можно сравнить лишь со скорбью русского народа в дни, последовавшие за смертью Ленина. Во всяком случае, проявления скорби были точно такие же. Скульпторы лепили бюсты друга народа, художники писали картины, многочисленные поэты сочиняли стихи. Одним словом, каждый старался как мог. В течение года на тему о Марате было написано четыре драмы и одна опера. Появились кольца Марата, брошки Марата, прическа Марата и так далее. Изображения друга народа стали обязательными во всех присутственных местах, в школах, в театрах. Его именем было по всей Франции названо множество улиц. В Париже весь Монмартр по созвучию был официально переименован в Монмарат. Дети при рождении стали получать имена Жан-Марат, Жули-Марат, Брут-Марат, Сан-Кюлот-Марат. Один молодой офицер, впоследствии весьма знаменитый, обратился к властям с просьбой о разрешении переименоваться в Мараты. Тем более, что для этого требовалось изменить всего лишь одну букву в его настоящей фамилии. Это был Иоахим Мюрат, будущий король неаполитанский. От частных лиц не отставали муниципалитеты. Вот только переименовать Париж никому не пришло в голову. Но зато Гавр был навсегда назван Маратом. Едва ли один из тысячи нынешних жителей города об этом когда-либо слышал. В Париже, на площади Карусели, другу народа был воздвигнут огромный памятник, тоже в виде утеса. В этот памятник за решеткой была вделана ванна Марата. Тело друга народа было вскоре перевезено в Пантеон. Удивительно, что произошло это 21 сентября 1794 года, то есть после Девятого Термидора. Память Марата чествовали, так сказать, пику казненному Робеспьеру. А может быть, смысл события Девятого Термидора не сразу поняли сами его участники? Как бы то ни было, гроб был извлечен из-под гранитных скал в саду кордельеров и отвезен в Пантеон. С этой церемонией совпала по времени другая. Конвент постановил выбросить из Пантеона останки графа Мирабо. Этого требовали якобинцы. «Прах друга народа, — говорил один из них, — задрожал бы от негодования, если бы оказался рядом с прахом защитника Капета». Конвент не мог не согласиться со столь веским доводом. Так и было сделано. Пока на площади пристав читал декрет о признании Марата бессмертным, останки Мирабо были вынесены через боковую дверь и брошены на Кламарском кладбище преступников. Затем под звуки кантаты «Тело друга народа было погребено в Пантеоне». Мирабо был вынесен в Пантеон, что мы случились от Белорусска, международной земли, а мы published проектов по конкурсу. Продолжение следует...